В Московском Международном Доме Музыки состоялся концерт хора Сретенского Монастыря. Духовная музыка русских композиторов стала укреплением для многих москвичей в трудах Великого Поста. Языком музыки можно сказать гораздо больше, чем словами. А духовная хоровая музыка особенно дорога сердцу русского человека. Именно поэтому хор столичного Сретенского Монастыря, в репертуаре которого собраны лучшие образцы русской духовной музыки, так любим публикой. Хоровые произведения, прозвучавшие в Московском Международном Доме Музыки, отличаются особой молитвенной сосредоточенностью, как и полагается во время Великого Поста. Об этом говорит, в первую очередь, наша русская музыка духовная. Она заставляет человека задуматься и взглянуть вглубь себя. Наша русская музыка, она как икона. Ее фокус направлен внутрь, в сердце человека, в душу, в мысли. Хоровое пение – особый вид музыкального искусства, который тонко передает оттенки человеческих чувств. Требуя от исполнителей слитности звучания, в то же время хор является ансамблем солистов, где каждый голос – это индивидуальность. Это именно звучание индивидуальности. Не прибирать тише, чтобы тебя не было слышно. Наоборот. И звучащие индивидуальности, они соединяются в группы, они соединяются в общий аккорд, и тогда звучит вот эта песнь души славянского народа. Музыка, исполненная хором Сретенского монастыря, пробудила в слушателях лучшие чувства, заставила их забыть о повседневных хлопотах и подумать о жизни духовной. Красивое исполнение, великолепное. Я считаю, эта музыка способствует духовному очищению. Хор Московского Сретенского монастыря – уникальный коллектив, хранящий лучшие традиции русского духовного пения. Поэтому концерты хора всегда собирают полные залы благодарных слушателей.